Карлос Слим Элу родился 28 января 1940 года, в Мехико, Мексико в семье маронитов, эмигрировавших в Мексику из Ливана. Он был четвертым ребенком в семье из пяти детей. Отец Карлоса владел компанией, торговавшей бакалейными товарами. Своих детей он с детства учил ведению бизнеса. Однажды Хулиан Слим Хадат раздал каждому ребенку тетради для записи своих расходов и доходов. Затем он вместе с детьми просматривал их записи и анализировал состояние каждого. Неудивительно, что первый инвестиционный опыт Карлос получил еще в 12 лет. Тогда он открыл счет, предназначенный для покупки акций. В 1961 году Карлос окончил Национальный университет Мехико, получив инженерную специальность. 1966 год, Карлос создал агентство недвижимости InMobile Area Carso. Названная компания помогла ему накопить стартовый капитал. 1982 год, приобрел компанию Сиджитом. Вскоре Карлос начал вкладывать деньги в другие предприятия. Конец 1980-х, в Карсо Групп входят предприятия горнодобывающей, химической и металлургической промышленности. Кроме того, в это время Карлос занимался торговым, отельным и банковским бизнесом. 1990 год, Карсо Групп выкупает у мексиканского правительства 20% телекоммуникационной компании Telmex. Стоит отметить, что в указанное время Слим и Лу близко дружил с тогдашним мексиканским президентом Карлосом де Гартари. 1990-2011 годов, корпорация, принадлежащая Слим и Лу, постоянно расширяет влияние в секторе телекоммуникаций. В частности, к ее активам принадлежали доли в таких компаниях, как, Эмерика Мавил, Энбарса, The New York Times, Каекса Бэнк, Сити Бэнк, Приса. 2002 год, Слим и Лу впервые попал в список миллиардеров Форбс с состоянием в 11 миллиардов евро. 2007 год, издание Fortune назвало Слим и Лу самым богатым человеком мира, несмотря на то, что журнал Форбс дал ему лишь второе место. 2010 год, Слим и Лу был признан самым богатым в мире. Тогда его состояние было равно 53,5 миллиарда долларов. 2011 год, Слим и Лу оставил почти все руководящие посты. Тем не менее, он сохранил за собой должность председателя совета директоров Вымполсора, которая занимается инвестициями в образование и инфраструктуру. 2013 год, состояние Карлоса Слим и Лу составляет 73 миллиарда долларов. Карлоса Слим и Лу не раз критиковали за то, что он стал миллиардером в государстве, где половина населения живет в нищете. Однажды по этому поводу он заявил, богатство – это огород, где делится плодами, но не деревьями. Кроме того, он не раз отмечал, что всегда старался инвестировать деньги в строительство школ и создание рабочих мест. В 2010 году Слим и Лу занял первую позицию в рейтинге самых богатых людей благодаря повышению цены на акции компании Эмерика Мавил на 27%. Он стал первым мексиканцем, который поднялся на вершину пирамиды мультимиллиардеров. Невзирая на то, что Слим и Лу считается поклонником бейсбола, он владеет третьими футбольными клубами, испанским Реал Авьеда, а также мексиканскими Пачука и Леон. Слим и Лу известен как крупный меценат. В частности, он учредил фонд, занимающийся финансированием образовательных, медицинских и культурных проектов Мексики. Слим и Лу создал фонд-институт, который участвует в программах по борьбе с диабетом и раком.